Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну блин, вы должны тоже слушать, что тут работающий двигатель Реально слышно эти обороты, на которых он работает И это классно По поводу света, что мы имеем? Свет светит в правильных местах Дальний свет светит Задние фонари светят рабочие По салончику также подсветочка есть Видите, кнопочка светится И плюс приборная панель зелененькая Ну все здесь качественно сделано Так, ладно, перемещаемся к другому Этот, пожалуй, глушим Мод тоже довольно интересный Я же говорю, все ссылочки будут в описании Все как всегда, обязательно Далее, вот такой вот у нас комплект Из трех HTZ-шек Ну, новых, короче, HTZ-шек Сейчас объясню, в чем фишка Ну, то есть десятых, там пятнадцатых, по-моему, восемнадцатого года Так, вот он HTZ-172-21, по-моему Ну, короче, стоимость 55 лошадиных сил Мощность 240 Ой, стоимость 55 тысяч баксов Заговариваюсь Мощность 240 лошадиных сил К слову, самый мощный Джон Дир из средних тракторов Который по стандарту идет в дефолтной ферме Стоит 228 тысяч А имеет мощность 280 лошадиных сил То есть всего на 40 лошадиных сил Больше, чем наша HTZ-шка А стоимость вы сами уже можете посчитать Четыре с половиной раза больше Наша HTZ-шка имеет очень приятный вид Максимально скорость 40 километров в час 430 литров бак 240 лошадиных сил Мы можем менять модель То есть HTZ-17221 Десятого года Далее HTZ-шка такая же Пятнадцатого года У нее чуть-чуть кабина, видите, меняется Цвет кабины, я не знаю, ну в чем прикол Но единственное, по-моему, цвет кабины меняется А, и вот здесь вот надпись сейчас поменяется И 2018 года мы имеем HTZ-242K Меняется здесь надпись Меняется кабина также И плюс добавляются пластиковые вот эти вот крылья По-моему, вот эти крылья пластиковые у этой HTZ-шки Мощность ничего не меняется Только внешний вид Далее имеется выбор бренда колес Rosawa и Michelin Мишелин, может неправильно называю Ну вот такой вот, короче, вот такие вот колеса имеются Ну мне кажется, Rosawa более, ну выглядит реалистичней, что ли, красивей И также можем ставить спарку из двойных колес Но мне кажется, это в игре вообще не принципиально Внешний вид, ну не знаю Ну такое себе на выбор Я, короче, не стал его ставить Обычная HTZ-шка так красиво Далее у нас выведен воздухан здесь А, кстати, здесь меняется? Нет, воздухан от выбора модели не меняется Можем выбрать воздушный фильтр Выводится, ну, через шнорки Или, как он называется, выше, чтобы пыль не глотал Далее вот такой дизайн Там труба чуть поменялась с цветом И вот такой, кстати Мне такой больше всего нравится Он как-то, ну, выглядит, что ли, по породисте Я дизайн 4-й поставил Стоимость у нас в общей сумме Мы вот тут наклепали На 60 плаш Ой, на 60 плаш Что такое заговорит, блин? На 60 тысяч баксов Давайте смотреть в игре Моделька очень крутая Смотрите, видно все надписи Блин, весон 2к Щиточки везде стоят Также 3-точечная навеска И плюс крючок для прицепления всяких агрегатов Красивый, красивый мод Резина красивая Также пачкается, моется Все это, пыль летит Все моды качественные Старался выбирать Прямо уже реально Потому что, ну, надоели эти всякие конверты Пиксельные Это уже более-менее Также имеется номер Тоже все хорошие текстуры Все отлично Смотрим Заводим его, кстати Как вы слышите Заводится уже он более-менее Адекватно Двигатель новый Модель новая Уже заводится стартером Без всяких пускачей Но здесь есть анимация шланг Видите, мы при переломе Шланги растягиваются Ну, в общем, шланги анимированы И круто Почему-то коптит прям черным на оборотах Смотрите Дым начинает валить На повышенных оборотах По салончику Что я хочу? Так, никаких здесь нету А, дверь открывается Смотрите, одна дверь И все, да? И капот Офигеть А ну Я, кстати, не замечал Но левую правую кнопку мыши Смотрите, скрытется Генератор Вентилятор Короче, но все шкивы Крутятся Прикольно Можете, типа, ну, в рпшку отыгрывать Вообще классно Так, закрыли здесь щиток Прикольная вещь, кстати Мне понравилось Это интересно И закрыли дверь По салончику Что у нас по салончику? Салон вообще очень крутой Смотрите, дверь открываю Но звук, к сожалению, не меняется Еще взяли, чтобы звук менялся Дипа громче становился Салон шикарен Единственное, что как-то сильно Мне кажется, камера приближена И сильно низкая То есть, ну, голова у меня на уровне сидения Практически А голова должна быть намного выше Поэтому Неудобно смотреть, опять же, вперед Там, заниматься пахотой, допустим Ну, как по мне Зеркала также рабочие Но тоже настроены Не совсем удобно Как для меня Вот это зеркало верхнее Вообще, я не знаю, что оно показывает Ну, неудобно реально Зеркала поднастроить не мешало бы Заднюю часть Из-за того, что камера опущена Слишком низко Вообще не видно Вот видите Там, выворот, не выворот Ее надо поднимать выше Вот по поводу кабины Если ты видишь Автор Поменяй, пожалуйста Сделай это Далее Рычаг Все рычаги Педали Мне нравится Руль откидывается при посадке Ну, прикольно Прикольно Это все Глушим И последний на сегодня мод ГАЗ-53 Тоже очень неплохой Я не знаю Он не похож на конверт Но или похож на очень качественный Мод На очень качественный конверт Возможно С 17-ой фермы С новыми Шейдерами Ну, блин Выглядит реально классно Вы сами это видите Сейчас на видео А нет Скачайте Посмотрите По поводу магазина В магазине он выглядит Таким вот образом ГАЗ-53 Видите Он даже немножко лучше Зила выглядит Стоимость 6800 Перевозит абсолютно все Но сейчас Начнем Вот немножечко О косячках Откуда у него 10 тонн Ну, правда Ну, блин 10 тысяч литров Ну, это 10 тонн 9 тонн Ну, не повезет Газон с такой вес Никогда 90 метров в час Максимальная скорость 180 литров Бак И 115 лошадиных сил Ну, это, наверное, правда Там ЗМЗ-53А Двигатель стоит Добавляем мощность ЗМЗ-6606 Еще добавляем мощность ЗМЗ-511 125 лошадиных сил И самый мощный двигатель ЗМЗ-513-130 лошадиных сил В принципе Больше никаких Модификаций здесь нет Общая стоимость 8300 Ну, копейки он стоит Реально Можно чуть-чуть Добавить, конечно По поводу внешнего вида Снимается тент Снимается Ставится Также Укрывается Все это классно Есть небольшой Глючочек Смотрим сюда Заводится Как газон Реально Долго И по звуку Ну, похож на газон Смотрите При трогании с места Обратите внимание На задние колеса Они пробуксовывают Видите Офигеть Или эффект такой Создается У тебя трогаясь На асфальте Блин Сейчас нет По-моему У него эффект Как будто Пробуксовки Может мне кажется Но, блин Тоже это так Не должно быть По звуку По звуку Все нормально Обороты Чувствуется Задний стопачок Горит при задней скорости По салончику Салон Шикарен Блин Смотрите Вообще Новенький Новенький газон Я не видел Таких Реально В уборку Точно такие Не работают Все пыли и грязные Здесь все это Круто Очень Так Что это На Т Я не понял Х Открыть Ворк А То есть Мы имеем Модификацию Здесь имеется Да Автопогрузка Это вообще Читерский Значит Газон Получается Мы Имеем Функцию Автопогрузки И Самосвала З Палеты Мы можем Грузить Закрепить Ремни Ну да Блин Это реально Читерский Короче Газончик Который Можно применить Как для перевозки Зерна Так и для перевозки Палет И поддонов Всяких Вообще Очень удобно С фиксацией ремней С автопогрузкой Очень круто По поводу света Свет светит Да Везде светит Дальний есть В салончике Смотрите Свет светит Тоже мы когда Включаем Зелененьким Спидометр Анимирован Показывает Правильно Кстати Также у нас Я вот не знаю Правый датчик За что отвечает 12, 24 и 32 Вот этого я не знаю За что отвечает Слева по идее Давление Температура У нас 90 градусов Примерно Всегда держится Слева давление При оборотах Повышается На Ну на нейтральной Держится Около Двоечки Короче Давление Полный Баг Мы имеем Интересно А по поводу Солярки Правильно Он показывает Или нет Ну блин Я не знаю Прикольный мод Кстати Можно на таком Работать Тем более С его функциями И с его ценой Для начинающего Фермера Это просто Находка Это Отличная Альтернатива Зилу Да Анимация Брезговиков Как вы видите И вид из кабины Тоже шикарен Реально Похож на Реалистичный Мы примерно Так находимся Зеркала Левое зеркало У нас настроено Отлично Припарковаться Можно хорошо Да А вот Правое зеркало Не видно К сожалению Совсем Потому что Ну там Стойка Перегораживает Но я думаю Это не критично Главное Левое зеркало Видно И ладно Мы уже можем Припарковаться Где-нибудь Аккуратно Высыпаться Подъехать Я еще хочу Найти Мод На реалистичную Камеру Чтобы Как В EuronTrack Симуляторе Можно было Выглядывать Мне там Скинули Видос Но я постараюсь Найти И вам Показать Потом Вот Пацаны Такой Ну как Анимацию Я ничего не могу Посмотреть Работает Со стороны Он вот Так Вот Ну вот На сегодня Вот такие Моды Я вам Могу Показать Качество Этих Модов Реально Ну На высоте Таких Модов Можно Побольше И даже Те Ну Хорошие Моды Качественные Хорошо Сделанные Для работы Пойдут Очень Даже Неплохо И причем Мощность У них И выглядит Они классные Вообще Короче Моды Эти Ничего Плохого Я в них Не вижу По поводу Там Всяких Ошибок Я не знаю Вы знаете Ошибки Я не проверяю Я вот Потрогал Пощупал Сделал Свой Вывод На сегодня Парни Это все Всем спасибо За просмотр Всем Пока Пока